Считанные часы остались до начала перемирия, но пока здесь у Дебальцевского котла продолжаются боевые действия. Украинские силовики сегодня все утро предпринимали попытки прорвать окружение в районе населенного пункта Логвинова. Как и последние несколько дней использовали дальнобойную артиллерию, 152-мм самоходные артиллерийские установки, 120-мм минометы, реактивные системы, залпового огня, град и ураган. Все точки украинских военных, что называется, пристрелены, поэтому бьют они достаточно точно. От этой позиции до Дебальцева не более 3-х километров. Танк работает, ну то есть оттуда войдет ответка по нашим позициям. Подавление огневых точек ВСУ. Буквально неделю назад вот этот населенный пункт был пустой, мы туда ходили пешком. Сейчас уже у них там выставлены дозоры, то есть обстреливали трассу, вчера буквально там бой завязался. Вот ответка идет. Бой завязался вчера, буквально в километре отсюда. Как нам заявили в штабе вооруженных сил Донецкой Народной Республики, ополченцы готовы прекратить огонь в час ночи по московскому времени. И теперь главный вопрос, перестанут ли стрелять украинские военнослужащие, боевики так называемых добровольческих батальонов и других радикальных организаций. Я напомню, что накануне лидер радикальной националистической организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил, что его боевики не собираются соблюдать перемирие, так как не признают минские договоренности. Какие еще территориальные батальоны, куда входят добровольцы, националисты, иностранные наемники, не будут соблюдать решим прекращения огня? Пока неизвестно, обстановка до сих пор у Дебальцевского котла остается крайне напряженной. Под огнем находятся не только те населенные пункты, которые расположены около трассы, которая соединяет Дебальцево и Артемовск, но и близлежащие города, деревни. В частности, под огнем сегодня весь день и Углегорск, который более двух недель назад под полный контроль взяли силы Донецкой Народной Республики. Потери несут обе стороны конфликта. Сегодня также нам стало известно, что украинские военные силами мотострелковых подразделений попытались зайти в тыл к силам ополчения, взять под контроль высоты около трассы Дебальцево-Артемовск, но эти атаки были отбиты теми подразделениями ополчения, которые сейчас находятся у Дебальцевского котла и обеспечивают не только огневое, но и тактическое окружение. Евгений Поддубный, Рубен Миробов, Станислав Еловский и Владимир Селеменев. Вести. Дебальцевский котел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова